Так, а тут что у нас поменялось? Ого! Вот это круто! Всем привет! Сегодня мы сравним разницу локализации между русской версией CityGuard Driving и японской! Итак, давайте для начала посмотрим, в чем у нас ключевые моменты заключаются. Мы посмотрим территории, как они будут выглядеть. Вот, запомните эту карту. У нас тут есть старый и новый город. Мы будем проверять в старом городе. И, соответственно, у нас здесь есть абсолютно разные точки спавна. Я думаю, мы будем выбирать самую первую, то есть автодром. И будем сравнивать с ним. Теперь автомобили. Возможно, автомобили тоже будут отличаться, поэтому выбираем стандартные машины. И давайте посмотрим, какие здесь есть. Давайте запомним, с чего у нас начинается. Первая это десятка, потом шестерка, Corolla, Gazelle. Это что у нас? Этот Ford. Еще один. И Оазик. Volga, Peugeot, Priora, Mini, Уасик. Слишком много машин. И еще автобусы даже есть. Запомнили, надеюсь. Дальше. Цвета мы, наверное, не будем сравнивать, хотя можно посмотреть. Вот, по крайней мере, у десятки не так много цветов. Можно их посмотреть. Есть прицепы. Соответственно, есть различные прицепы. Я думаю, они будут такие же. И обозначения. Вот это может отличаться реально. Знак У и, соответственно, без него. Без знака У со знаком восклицателем. То есть, наклейка на стекле и без знаков. Давайте ставим знак У. Будем сравнивать так. А также у нас есть сезон и погода. Зима, соответственно, день, снег. Все. Зима, день, снег. Мы можем выбрать вот весна, лето, осень, зима, ясно, гололед, туман, снег и время. Теперь нажимаем старт. Посмотрим, что у нас в игре. Запомним ключевые моменты. Осмотримся. И после этого будем сравнивать с японской версией. Игра загрузилась. Идет снег. Посмотрите, где у нас стоит машина и отличительные особенности. Вы их видите? Я пока не вижу, потому что мы все еще в русской версии. Напишите в комментариях, как вы считаете, какое отличие будет от русской версии, от японской. Что будет не так в японской версии? Номера могут быть другими. Восклицательный вот этот знак У может быть другим. И также вывески 100% должны быть другими. Теперь запускаем автомобиль. Давайте перейдем в салон, так как мы из него будем ездить. Запускаем двигатель. Стрелки работают, руль крутится. Так, выключаем все, что нам нужно выключить и включаем свет. Привет. У нас механическая коробка передач. Я тормозжал вместо газа. Итак, едем вперед. Но машина едет исключительно по-русски. Не очень. Выезд в город. Смотрим обязательно знаки. Запоминайте знаки. В этом может быть ключевые моменты. Едем сюда. Здесь знак Т-образный перекресток. Дальше я вижу вывеску. Мы туда сейчас выйдем и посмотрим, что же там за вывеска такая. Ох ты, на BMW ну типично, типичные российские дороги. На BMW никто тебя не пропустит. Запоминаем. Автодромы категории B, C и C, E. Газуем. Я не знаю, что будет происходить, когда мы будем газовать в японской версии. Возможно, машина сразу полетит боком. разгоняемся. Запомните обязательно вот это оформление, которое есть по бокам. Это важно, потому что реально в японской версии может все отличаться. Я вижу еще один знак. Мы сейчас будем делать поворот для того, чтобы посмотреть, что же там написано. Посмотрим, как это будет выглядеть в японской версии. Впереди тоже знак, кстати. Впереди знак написано выезд в город. Запомните все, запоминайте прям максимально. Так, стандартный автодром, автоматизированный автодром и змейка. И мы глохнем. Посмотрим, как это будет выглядеть в японской версии. Мне уже очень интересно. Ёлки у нас здесь, кстати. Обратите внимание, что вот здесь стоит ёлка такая с подарочками, со звездой. Возможно, будет это тоже отличаться. Теперь магазины. Магазины у нас здесь, к сожалению, без вывесок. Кстати, странно, почему не без вывесок, когда чаще всего на таких магазинах что-то написано. Но вон впереди магазин, на нем должно быть что-то, наверное, написано быть. Так, здесь прям нужно хорошенько запомнить. Смотрите, первые у нас цветы, потом продукты и потом еще какие-то непонятные магазины. Так, тут DVD-диски продают, а здесь что? Прием платежей без комиссии. Ну, как вы считаете, будет в японской версии прием платежей без комиссии или не будет? Я не знаю. Будем сейчас смотреть и сравнивать. Так, что нам нужно еще сделать? Давайте попробуем сбить пешехода. Ну, мало ли, вдруг реакция будет разная. Так, просто сбиваем пешехода. Вы слышали звук? Надеюсь. Он такой, типа «Ау!» Вот так сказал. И попробуем еще, наверное, в кого-нибудь врезаться. Нет, проедем сначала по встречке, посмотрим, не изменится ли поведение водителей. Будут ли нас пропускать? Не особо пропускают, если честно. То есть, ну, чисто такое, по-российски все. Здесь, посмотрите, еще есть у нас шаурма. А, нет, куры-гриль это. Куры-гриль. Вот интересно, что будет написано в японской версии. Куры-гриль там будут или нет? Номера на автомобилях, запомните, какого формата. Ну, то есть, обычные классические наши россиянские номера. Надеюсь, вы примерно все знаете, как они выглядят. Так, теперь попробуем. Подрезал газельку. Давайте посмотрим, что будет происходить. Нам именно важна реакция, как будет реагировать этот водитель. Изменится ли что-нибудь от версии или нет? Особо никто не сигналит. Тут этого подрезал, того подрезал. Ну, по сути, никто сильно никак не реагирует. Давайте опять вернемся в салончик. Давайте выйдем сейчас отсюда, из этого маленького дворика. По сути, мы здесь почти все заметили уже. Все вот эти ключевые моменты, знаки, вывески и так далее. Поэтому выезжаем сейчас на трассу. Ох! Что-то занесло прям сильно так. Здесь тоже, посмотрите, какой-то, какой-то магазинчик. И там написано выпечка, кулинария. Выпечка и кулинария. Запомните это обязательно. И еще один киоса, кстати, есть. Пирожок! Пирожок! Да, пирожок! Я его сразу и не заметил, этот пирожок. Надо запомнить обязательно, потому что это важно. Это может действительно отличаться в разных версиях. Сейчас выйдем на трассу и потом протестируем, что же будет у нас в японской версии. Мне кажется, будет совсем все по-другому. Вы, кстати, запомнили, как выглядит значок У на крыше автомобиля? Давайте еще раз вам покажу. Вот так он выглядит. Значок, просто буква У. Попробуем выбрать точно такую же комплектацию, чтобы точно так же все было. Так, машина, у нее поведение довольно странное, я вам сразу хочу сказать. Никакого АБСа здесь просто-напросто нет. Машина ведет в сторону. Возможно, в японской версии будет лучше управление. Кто его знает? Это физически и технически возможно реализовать, поэтому кто его знает, что там будет? Надо сравнивать. Ну-ка, нажимаем газ в пол. Здесь опять-таки мы упираемся в елку такую новогоднюю и выезжаем вот сюда на трассу, чтобы посмотреть здесь знаки. Смотрите, старый район, автомагистраль. Все в целом понятно. Сейчас будем поворачивать совсем на трассу, чтобы посмотреть, что же там. Там по-любому должны быть, наверное, какие-то синие вот эти знаки. А также обратите внимание на разметку. У нас она вся белым подсвечена. Вы знаете, что, например, в Америке и в Канаде очень часто разметка, она такая желтого цвета. Здесь у нас белая. Это тоже может отличаться. Плюс! Тут, по-моему, пост ГИБДД или ДПС, что-то такое. Посмотрим, как он будет выглядеть, что здесь будет написано. Да, посмотрите, написано здесь ДПС. ДПС с этой стороны, ДПС с той стороны. едем сюда и здесь у нас стоит КАМАЗ, а над ним написано, что теперь можно починить 3,6 километра. Я думаю, достаточно. Мы, в принципе, здесь все посмотрели. Здесь мы ничего менять не будем. Нажимаем выход и нам нужно выйти в главное меню, чтобы поменять язык. Теперь заходим в настройки и вот здесь у нас есть язык. Мы выбираем, соответственно, японский. Правильно? Правильно. Выбираем и ждем, когда она загрузится. На самом деле игра вылетит, но вы этого не увидите. Даже на моменте загрузки, обратите внимание, здесь уже написано Home Edition, то есть по-английски и здесь написано Loading, тоже по-английски. Хотя японская версия. В русской версии написано по-русски Загрузка и Домашняя версия. Вот и загрузилась у нас игра. Посмотрите, найти иероглифы ничего не понятно. Заходим сразу в свободную игру и у нас в целом машина плюс-минус такая же. Описание все на японском. Давайте посмотрим карту. Карта описание изменилось, но вроде бы так, посмотрите, вроде бы все то же самое. Новый город есть? Да, новый город есть. Мы выбираем старый город, тот же самое место спавна, абсолютно все одинаково выбираем, чтобы не было никаких отличий. Здесь, посмотрите, кстати, сверху, слева написано Автолегенда, право, Рус и дальше опять иероглифы. Нажимаем назад и переходим к выбору автомобилей. Итак, первый у нас это стандартные или модовые, вторая это у нас различные машины. Мы можем выбрать абсолютно разные машины и они в целом, они, по-моему, меньше стало. Подождите, какой-то машины не хватает или все хватает. Десятка, шестерка, Королла, Газель, два вот этих Форда Воксвелла, потом УАЗ, Волга, Пежо, Приора, Мини, УАЗ, Автобус. Мне кажется, что-то не хватает. Напишите в комментариях, пожалуйста, хватает или не хватает. Так, раскраски смотрим, появились ли какие-либо другие цвета. Ну, в целом, цвета похожие, похожие цвета. Дальше, прицепы. Прицепы точно такие же. И теперь вывеску, знак У. Он не изменился, это странно. Так, теперь погодные условия, смотрим. Мне кажется, вот эти значки чуть-чуть другие, посмотрите. По-моему, они по-другому выглядят. Мне кажется, по-другому они выглядят. Так, я не знаю, конечно, может быть, это из-за надписи, что надписи по-другому выглядят, но в целом значки, мне кажется, выглядят иначе. Пожалуйста, обратите на это внимание, возможно, вы заметите в этом разницу. Ну что, тогда мы начинаем, если у нас все плюс-минус здесь пока похоже. Начинаем игру. Смотрим на первые отличия. Вы их видите? Нет, я тоже не вижу, потому что кажется, как будто я загрузил русскую версию. Мы должны найти эти отличия, они по-любому здесь должны быть. Пока номера, даже номера, посмотрите, не изменены. Буковка У тоже не изменена. Возможно, вывески у нас будут поменены. Так, запускаем двигатель. Двигатель запустился так же, все выключилось. Так, коробка передач у нас работает? Да, все работает. Поехали тогда искать отличия. Я уверен, что они здесь должны быть. Но написано до сих пор здесь по-русски. Поехали дальше. Мы по-любому должны все это найти. Должна быть какая-то разница. 100% должна быть. Включаем поворотник. Так, я, по-моему, первый раз ехал по другой дороге, но это не важно. Мы сейчас здесь завернем. Знаки плюс-минус такие же. На дороге машины не поменялись. Но вы знаете, такое ощущение, что десятка поехала бодрее. Может, это субъективно? Я не знаю, но она как будто поехала бодрее. нет, тормозами все так же плохо. Тормоза также без АБС работают. Может быть, просто я нога стал давить сильнее. Не знаю, в чем разница, но по-моему, в чем-то есть. Итак, у нас тут снова на русском все написано. Выезд в город опять-таки на русском. Давайте проедем дальше и попробуем сбить человека. Слушайте, ну... Не знаю, вроде то же самое. Сложно так сказать сразу. Так, все ли у нас есть елка такая же или не такая? Давайте посмотрим. Слушайте, а тут по-моему, киоск какой-то появился. Смотрите. Не было же. Мы же проезжали, не было киоска. Так, а что написано? Ох, я врезался в невидимую стену. Так, ну-ка, назад, 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 назад. А, ремонт обуви написано. Показалось, как будто что-то на японском там. Слушайте, не знаю, не знаю. По-моему, киоска не было. Странно, конечно, но такое, наверное, вполне может быть, что просто чуть-чуть переделаны там текстурки или что-то такое. Смотрим на магазины. Блин, а магазины-то посмотрите, магазины те же самые остались. Пока изменений особо не видно. Я, если честно, надеялся, что будут большие перемены, но пока мы больших перемен не видим. Давайте дальше смотреть. Возможно, что-то все-таки поменялось. А где мы еще проезжали? Там была какая-то шаурмичная или что-то такое? Сейчас мы, кстати, проверим, как будут вести себя водители. Будут ли они сигналить? Пока непонятно. Ну да, посигналил, кстати. Посмотрите на елки. Они плюс-минус такие же. Вот эти сверху что-то типа звезды синий такой. Снежинка. А, это снежинка. Так и было. Согласен. Так и было. Здесь у нас кур и гриль. Я не вижу отсюда, как это все выглядит. Нам нужно поставить так. Давайте смотреть, где там кур и гриль. Да, кур и гриль написано. Поехали дальше смотреть. По-любому должны быть какие-то изменения. Я прям уверен в этом. Но машина, я не знаю, как будто бодрее едет. Может быть, это просто мне кажется. Так, что у нас здесь? Пока я не заметил ничего такого супер странного. И почему я решил так проверить? Я знаю, что есть разница с польской версией. Вот с польской версией там точно меняются номера и прочее, прочее. Я подумал, что будет с разными версиями вообще все по-разному. Но это говорит нам о том, что мы должны проверять дальше. Есть много там разных локализаций. Вы видели сами этот список. Мы должны их проверить. Напишите в комментариях, какую версию нужно проверить. Как вы считаете, где будет максимальное различие. Так, здесь я не вижу. слушайте, я вот подъезжал же так и было видно, а сейчас нет. С чем это связано? У нас как будто бы окно больше затянуло или что? Вот согласитесь, я же в те разы подъезжал вот так вот сбоку и смотрел и было понятно, что там написано. Сейчас непонятно. То есть мне приходится вот так делать, чтобы посмотреть. А там я просто из окна мог прочитать хлеб, выпечка, парное мясо, кулинария. Слушайте, а я этих моментов даже не видел. Странно. Странно вообще. Вот все-таки какие-то мне кажется мелочи чуть-чуть есть. Ну-ка назад мы немного отъедем. Да, вот непонятно. Вообще я не могу прочитать. А до этого я мог прочитать. Это странно. Пирожок. Да, пирожок вроде такой же. Все здесь хорошо. Тогда выезжаем на трассу и посмотрим что же там. Слушайте, ну такое ощущение как будто машина реально по-другому едет. Я сейчас прям максимально давлю газ. Хотя нет, слушайте, наверное все-таки мне показалось. И даже заглох. Так давил на торнус, что аж заглох. Здесь по-крайней мере все так же написано. То есть никаких сильных изменений нет. Единственное вот насчет того ларька я не уверен. Был ли он с этими ключами? Или что там ремонт обуви? Да, ремонт обуви. Вот это я не уверен конечно. Но вполне вероятно что он тоже был. Выезжаем тогда сюда. Смотрим здесь. Да, автомагистраль все то же самое. Возможно с ДПСом что-то поменялось. Давайте выйдем и сравним как там выглядит ДПС. Что там вообще с ДПСом с этим. Пока я не вижу. Отсюда далековато. Сейчас доедем и посмотрим. Мне кажется что-то другое. О спасибо дружище. Смотрите какие-то водители более такие добрые пропускают вообще. Так КАМАЗ здесь у нас один стоит и машин много. ДПС здесь по-русски написано и здесь по-русски написано. Все по-русски написано. КАМАЗ стоит также и здесь все тоже на русском. Слушайте ну не знаю если честно вообще не знаю. Я очень сильно думал что здесь будет прям большая разница. но мы ее пока не увидели эта разница. Может быть где-то в мелочах есть но сильно бросающихся в глаза изменений я не заметил. Если вы заметили какие-то изменения которые я лично не подметил пожалуйста напишите об этом в комментариях и самый крутой комментарий попадет естественно в следующий ролик. И также ребят пишите в комментариях какую версию сравнить следующую. Давайте сравним наверное польскую потому что там вроде как точно должно быть все поменено и можем сравнить ее с какой-нибудь еще версией например польскую с украинской или что-то такое. На этом будем заканчивать. Спасибо за ваше внимание. Надеюсь вам понравилось. Всем пока.